Не длинная игра, но мне интересно, что произошло, тем более я вижу, что прошки начали в дефе, и тогда в два раза непонятнее, почему матч кончился досрочно. Если что, матч досрочно кончился для Завров, то есть Завры ливнули. Звучит странно, да? Седьмой армор, девятый армор, ну вы понимаете эти стандартные штуки. Да. То есть мне так кажется, что Завры, в общем, для них это приятный матчап, во время которого они должны заниматься полным избиением. Как Завры могли не избить про эльфов, я не понимаю. Знаете, как вот там... Ой, не гла, не гла на лось, а нет, минус мув, вру, минус мув, минус мув, предметанол. В общем, реролл 1-1, неприятно. Да, я уже понял, Спайдер, я сразу оговорился, я увидел и понял. Вот это неприятно, конечно. Блиц в пятку, это разумно, с учетом того, насколько агрессивно играет обычно Валентин, я думаю, пятку надо было бить, только она еще не пробилась. Забавно, что он не уволен, может привязался тренер, с кем не бывает. Кстати, смотрю, вырастил еще одного девятимувного кетчера, у него прям какая-то тема такая. Но я не особо садил за Валентином в последнее время. Блицер, я помню, я его убивал и он воскрес. Вот. Проталкивание к мячу, прикольно, прикольно. Это хорошая игра, стоит признать, это очевидно хорошая игра. Там, конечно, гард стоит и удар будет в 1д, типа, но игра была прикольная. Ну, кубы не нашлись. Вот реролл, мне кажется, лишний был. То есть, даже если бы он нашел кубы, там было бы очень тяжело законтролить мяч. Не уверен, что это хорошая идея. Ну, вот. Удары у Завров продолжают не получаться. Приятная шестерочка нулевым, предлюканес. Можно было и пробить, конечно. Попытка выбить минус... А, нет, это Блицер. Не знаю, Блицы в Блицер мне не очень нравятся, потому что эта тварь довольно жесткая. И, ну, шестерку нашли, но, как бы, у него восьмой армор. То есть, он, вроде как, МБ нормально принимает. Ну, сейчас, ладно. Сейчас вылетел, но, в целом, можно было, наверное, его не особо и трогать. Спасибо, Макияк, за поддержку. Не ожидал тебя увидеть. Привет. Ну, надо бы здесь протолкать немножко. Я чуть-чуть убавлю. Скин, кстати, неглованный. Вот скинг точно неглованный, да. Откуда эта манера... О, не сработал брейктакл. Это про-эльфы. Ну, или так называемый эльфийский союз. Пока все нормально для азавров. Я просто не понимаю, почему лив был. А. Понятно. Так, начинает... Начинает пониматься. Аптека спасла гордового завра. 6.5 и 6.4. То есть, ну да, да, как бы... Без всяких МБ, ребята. Просто 6.5, 6.4. До свидания. Нормально. Хороший старт. Ну, это шара. Это шара. Притом, что пока что про-эльфы получили один колокол, и то такой. Это, конечно, неприятно. Опять попытка выбить пятку. Неудачно. То есть, заврата похоро. Вообще, кстати, странно, что краксигор не идет в активный контакт. То есть, вот краксигор, может, у про-эльфов нету гордов. Можно поставить посередине кракса, вот этого поставить сюда, и эльфы ничего не сделают. Почему не идти в контакт с краксом? То есть, можно первым прокинуть кракса, если он пошел встать в контакт и заставить эльфов доджить. Вместо этого завры убегают от про-эльфов. То есть, при размене блиц в блиц, завры нивелируют все свое преимущество по силе и по броне, и по всему остальному. Это плохая игра. Не играйте так. Блиц будет борьбуном в эмбэшера с закручиванием вниз под пятку. Пятерочка нашлась, это приятно. Теперь фол, видимо, да? Да. Плохая игра от завров. Ну, в смысле, завры не реализуют свое преимущество. И просто дают на халяву эльфам себя бить. Вторая травма. Ну, это справедливо, я считаю. Кубы, конечно, прокнули идеальные. 5-6-6-4. То есть, это кто угодно бы здесь сломался бы. Как бы, даже если был бы, например, удар, тут была бы травма. Но завры все привозят сами. Отвратительная игра. Я не понимаю, чего они боятся. В том плане, что у про-эльфов нет ничего для драки, кроме одиночных блицов. Ну, завры не идут в контакт. У них есть потрясающий Краксигор. У них есть потрясающие там остальные игроки. Вместо этого какой-то хренью занимается. Бедный Демиург, он сам виноват. То есть, если первый удар завра на травму, это была откровенная шара. То все остальное, это просто плохая игра. Здесь ничего бедного нет. А теперь он еще продает вот этого завра. Тут чейнблок с фолом. Притом, изейший чейнблок с фолом. Можно, конечно, и скинков побить. Но в целом, завры сами все сделали. Ну, опять же, говорят, у него Краксигор, блок, гард. Все. Как бы... Эльфы ничего с ним не сделают. Спасибо тебе, Макьяк, за поддержку. Это просто ужасная игра от Завров, типа. Ну вот. У них было две возможности выйти в фулл контакт. А они вместо этого решили размениваться в Блиц-Блиц. И вот, как... Сыграли, как эти. Как их правильнее назвать-то? Как вампиры. В смысле, пососали. Вот. Нужно было вообще с дверяка фалить. Зачем? Кракса трогать не было смысла. В целом, пока все идет по сценарию про эльфов. То есть, они... Ну, этот минус ничего не значит. Про эльфы выбили двух Завров. Без двух Завров они доедят рано или поздно. Вот если Завры не будут кидать шестерку постоянно с пробоем... Вот. Здесь очень хорошо шестерки залетели. Вот. Ну, к андедам они шли, Макьяк. Просто там по итогу... Вот. Могу сказать, что когда я играл с Димиургом... Это вообще, наверное, один из величайших отскоков на моей памяти. Я к тому, что... У Димиурга просто был фантастический пробой и фантастические даджи. Потрясающий фол. Завры выровняли ситуацию, кстати, за счет пробоев. Резко выровняли. Повезло. Здесь приятное проталкивание, чтобы уйти от вот этой дряни. Ну, или чтобы пофалить, не знаю, каждому свое. Видимо, будут бить и фалить. Да. Приятная пятерка. СФ отпущен, но только в итоге... Не сказать, что в этом было много смысла. Ну, видимо, дать. Поэтому фол сюда едет. Потрясающая пруха на фолы. Притом, заметьте, все без удалений. Это потеря единственного МБ такла. Вот. Притом, кстати, странно, что был взят гард после МБ. То есть там сначала надо было брать такл или ПО, а потом что-то еще думать. То есть гард смотрится плохо в этой ситуации. У эльфов потрясающие фолы. Без шуток у эльфов фолы просто, ну, 10 из 10. Блиц мне не понравился, потому что... Я понимаю, что это прыжок, но здесь устраивала только шестерка. Проще было встать вот сюда еще Завром, а Блицевать сюда. И типа заставлять прыгать эльфа в более неприятную ситуацию. 1-1 на ГФИ. Скаттер отвратительный. Хоть, наверное, и не самый худший. Привет, Рейвен. Ну, Завры, опять же, Завры потеряли, ну, и Лив. Ну, я понимаю, что сгорела, она сам виновата. Просто у эльфов... Я не спорю, у эльфов вообще, как бы, 2 фола, 2 травмы, грубо говоря. Притом, потрясающих. У эльфов была шара травма на смерть, которая прероллена. Но, в целом, ну, как бы, Завры сами тупнули. То есть, вот, в 3 пробоя брони, 3 травмы. Такое редко бывает. Это... Это невероятное стечение обстоятельств. Но Завры плохо все равно построили. Вот. Нет. Звезда Прошек похоронила Бокра в начале сезона. Теперь она похоронила Демиурга. Вот. Вот.